Как мы уже определились, у нас два четвертых уровня. Перед нами соответственно два сценария. Первый сценарий по кнопке вперед, второй сценарий по кнопке назад. Главное условие, которое должно быть выполнено, это одинаковое количество строк. Я пронумеровал их красным цветом. В первом сценарии у нас нет картинок и нет кнопок, только текст. В тексте два раза встречаются слова автора. Эти строки выделены серым цветом, все остальное у нас будет белого цвета. Во втором сценарии у нас тоже нет картинок и нет кнопок. Слова автора встречаются один раз. В первом сценарии Игорь и Ольга решили пойти вперед по путям, чтобы дойти до хижины старухи. И как только вдалеке они увидели свет, кто-то ударил Игоря по голове и он потерял сознание. Во втором сценарии Игорь и Ольга решили повернуть назад, в сторону города, чтобы покинуть темный лес. Но в итоге заблудились. И закончилось все тем, что Игорь также получает сильный удар по голове и теряет сознание. И в первом случае, и во втором, Игорь все равно получает удар по голове. И это позволяет нам опять вернуться к одной сюжетной линии, перейти на пятый уровень. В этой истории имеется скрытый подтекст. И заключается он в том, что если уж наши герои попали в этот лес, то назад пути у них быть не может. Лес их поглотил. И все события будут развиваться таким образом, чтобы герои все-таки выполнили задание и никакие сомнения и препятствия не изменят исход этой истории. А сейчас перейдем к экрану четвертого уровня и добавим на него текстовые элементы от 0 до 9. Откройте файл с разметкой экрана четвертого уровня forlevelforward.xml. Находится он в папке res layout forlevelforward.xml. Найдите текст view 0 и измените строку android text на строка 0. На нулевой строке у нас находится заголовок. Глава 4. Он белого цвета. Код белого цвета решетка 6 латинских букв F. У нас белый цвет уже установлен. Теперь скопируйте текст view 0 и вставьте скопированный код чуть ниже. ctrl c, ctrl v. Измените текст view 0 на текст view 1, строка 0 на строка 1. Снова вставьте скопированный код, измените текст view 0 на текст view 2, строка 0 на строка 2. То же самое сделаем для текст view 3, строка 3, текст view 4, строка 4, текст view 5, строка 5, текст view 6, строка 6. На шестой строке у нас слова автора. Они должны отображаться на экране серым цветом. Поэтому меняем код цвета текст color на решетка 6 семерок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжаем вставлять скопированный код, текст view 7, строка 7, текст view 8, строка 8. На восьмой строке у нас опять слова автора, поэтому текст color надо поменять. Стираем латинские буквы F и пишем 7, 7, 7, 7, 7, 7. Вставляем текст view 9. Все. Дальше мы будем делать экран для четвертого уровня for level backward. И поэтому предлагаю не писать код заново, а скопировать его от текст view 9 до текст view 0. Все что мы только что написали. Вот так. Ctrl C. Теперь откроем for level backward. Удалим уже имеющийся тут текст view 0. Delete. И вставим скопированный код Ctrl V. Как вы помните, по сценарию слова автора только на восьмой строке. А у нас еще и шестая строка серого цвета. Поэтому поменяйте ей текст color на 6 латинских букв F. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Закройте эти два окна. Сейчас приступим к созданию массива, где будут храниться два наших сценария четвертого уровня. Делается это так. Откройте папку java.up.old.lake и найдите tree table. Кликните правой кнопкой мыши и скопируйте этот файл. Копи. Также снова кликните правой кнопкой мыши и вставьте скопированный файл. Паста. В открывшемся окне измените tree table на for table, нижнее подчеркивание, forward. Ок. В открывшемся окне вам нужно удалить весь зеленый текст, потому что он относится к третьему уровню. Delete. Переменную tree сценарию вам нужно изменить на for сценарию. Теперь можно заполнять наш массив строками из сценария четвертого уровня. Начнем с нулевой строки. После фигурной скобки, вот здесь, напишите двойные кавычки. И между двойными кавычками напишите голова 4. После кавычек поставьте запятую. Запятая для телефона будет означать конец строки. Таким же образом заполните остальные 9 строк. Все. Это окно. Можно закрыть. То же самое проделаем для второго сценария четвертого уровня. То есть там, где они идут назад. Но сделаем это проще. Скопируем первый сценарий. For table forward. Копи. Пасты. Изменим forward на backward. Ок. Так же стираем весь зеленый текст. Delete. И вписываем второй сценарий для четвертого уровня. Вот так. Все, что мы проделали в этом уроке, никак не отобразится на экране для игрока. Мы пока еще готовим телефон к правильному отображению четвертого уровня. Поэтому тестировать еще нечего. Но игру мы запустим. И вам советую игру запустить, чтобы проверить, не допустили ли вы какую-нибудь ошибку, из-за которой ваша игра перестанет запускаться. Старайтесь делать это после каждого урока. То есть проверять, запускает телефон ваш код или нет. Посмотрите, тут главное не перепутать. По кнопке вперед должен открыться сценарий, в котором строка 6 и строка 8 это слова автора. Они серого цвета. А если перейти по кнопке назад, то откроется сценарий, где строка 8 это слова автора. И она у нас серого цвета. На этом все. В следующем уроке мы займемся кодовой частью четвертого уровня. Чтобы первым узнать о новом видео уроке, подпишись на мой канал. Подпишись на мой канал.